Чеховские дни Торжественное открытие эстафеты состоялось 21 сентября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. На церемонии присутствовали участники эстафеты, ее партнеры, представители областного министерства культуры и архивного дела. Я поздравляю вас с таким прекрасным событием и я уверена, что это событие будет, ну не скажу, что самым ярким, но одним из ярким в череде событий в этот памятный год мероприятий, посвященных Антону Павловичу Чехову. Желаю вам плодотворного общения, встречи с профессиональными коллегами, обогащения информационного и духовного и очень надеюсь, что в следующий раз нас будет намного больше. В 2020 году тема эстафеты «Чехов онлайн». Библиотечные и музейные коллекции России, связанные с творчеством и жизнью писателя, представлены в виртуальном формате. Специально для эстафеты на сайте библиотеки была создана отдельная страница, где все желающие могут ознакомиться с материалами по теме. В числе тех, кто поддержал чеховскую эстафету на Сахалине в режиме онлайн, Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник. Дом-музей Антона Павловича Чехова в Ялте. Истринская центральная библиотека имени Антона Павловича Чехова. Центральная городская публичная библиотека имени Чехова в Таганроге. Крымская республиканская универсальная научная библиотека имени Ивана Яковлевича Франко в Симферополе. Ялтинская центральная городская библиотека имени Антона Павловича Чехова. Библиотека-филиал имени Антона Павловича Чехова в Ярославле, а также Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону. Некоторые партнеры прислали видеоприветствия, в которых поздравляют жители региона с началом эстафеты. Нагановская чеховская библиотека благодарит организаторов масштабного проекта эстафета Чеховской музеевой библиотеки за то, что вы в это непростое время объединили всех, кто связан с именем Антона Павловича Чехова. Дорогие друзья, уважаемые сахалинцы, вас приветствует подмосковная Истра, Чеховская Истра. 18 марта 2013 года Истринская библиотека имени Чехова вступила в Международное сообщество чеховских музеев и библиотек. Мне посчастливилось побывать на Сахалине в 2015 году и стать участником Международной эстафеты сообщества «Чехов без границ» и Международной научной конференции «Остров Сахалин. Открытый финал». Эстафета подарила новые знакомства, новые знания, идеи, мысли, возможности сотрудничества и взаимодействия. Просохоленившись, мы возвращались, увозя с собой частичку тепла сурового острова, чтобы поделиться им в своих городах и продолжить Чеховскую эстафету. Теперь Истру с Сахалином соединяет прочные нить сотрудничества, и прошедшие пять лет это подтверждают. Оффлайн-программа состояла из выездных мероприятий, которые прошли в образовательных учреждениях и библиотеках островной столицы и соседних городов. За три дня участники эстафеты побывали в Аниве, Холмске, Нивельске и Макарове. Провели более десяти встреч различной тематики, в которых участвовали школьники, студенты и взрослые поклонники чеховского таланта. И все вот эти юбилейные годы мы отмечаем не просто юбилей Антона Павловича Чехова, в этом году ему исполняется 160 лет, мы все и библиотекари, и все люди причастные к культуре отмечаем эту дату, но мы отмечаем еще и 130-летие со дня его поездки на Сахалин и 125-летие выхода его книги «Остров Сахалин», которая, конечно, огромное влияние на историю нашей области оказала. Ведь многие литературоведы, исследователи и творчества Чехова гадают, почему Антон Павлович собрался вдруг и поехал в Сахалин. Успешный писатель, вовряд уже какой-то, как-то, как-то, в культуринской теме, чуть ли не самая престижная версия. Разные версии выдвигались, и те, которые стоит видеть, и вроде, не очень. Но финал был не уверен, что одна из побудительных причин, по которым Чехова отправился в Сахалин, было в том, что он очень любит море. Гостям эстафеты рассказывали малоизвестные факты об Антоне Павловиче Чехове, демонстрировали отрывки из онлайн-лекций ведущих чеховедов, показывали художественные и документальные фильмы о жизни самого Чехова и его близких, знакомили с книжными коллекциями учреждений, входящих в состав Международного сообщества чеховских музеев и библиотек. Эстафетная неделя прошла для ее участников как один день. Насыщенная программа, малоизвестные факты о писателе, интересная подача материала – все это делает эстафету настоящим праздником для любителей литературы всех возрастов. Уникальность эстафеты 2020 года придала комбинация двух форматов. Живые встречи с читателями, дополненные онлайн-лекциями и презентациями, помогли в полной мере раскрыть литературное наследие Антона Павловича Чехова. Церемония закрытия эстафеты прошла 25 сентября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Позвольте мне поздравить с тем, что несмотря на сложную ситуацию этого года, все-таки мы с вами не отступили от своей традиции и все-таки провели вот это мероприятие – эстафета Чеховских музеев и библиотек – с привлечением уже наших замечательных сотрудников из учреждений культуры областного уровня. Мы бы очень хотели, как уже здесь было сказано, чтобы это все продолжалось. И все эти пять лет до следующего юбилейного года, чтобы мы с вами не теряли связи друг с другом. И не только не теряли связи, а, может быть, осуществляли какие-то новые проекты. Мы увидели, что к этому есть интерес. Вы знаете, что мне понравилось? Когда мы приходили в аудиторию, что мы слышали? Что мы думали, сейчас начнется очередная скучная лекция о творчестве Чехова. А, оказывается, она ждала такое интересное мероприятие. Вот это самое дорогое. Вот это самое главное, с чем мы с вами справились. Справились с достоинством и честью. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!